МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский, в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Более 20 жителей Абая заявили, что стали жертвами мошенницы. Некая женщина предлагала горожанам самые разные услуги за определенную плату. Однако свою работу так и не выполняла. 68 заявок на участие в программе 7-20-25 оформлено по Карагандинской области. Свои вопросы в ходе брифинга представителям банков задали жители города. Сотрудники областного батальона дорожно-патрульной полиции стали победителями волейбольного турнира. Соревнование прошло в честь памяти Нурлана Багаскина, погибшего 20 лет назад при исполнении служебных обязанностей. Более 20 жителей Абая заявили, что стали жертвами мошенницы. Некая женщина предлагала горожанам самые разные услуги за определенную плату. Однако свою работу так и не выполняла. Со слов пострадавших, общая сумма ущерба составила около 10 миллионов тенге. Анжелика, большая просьба, откройте нам дверь. Мы здесь все ждем вас. Жанна Терешкова и еще два десятка жителей Абая, которые раз обивают порог квартиры, обманувшие их женщины. Некая Анжелика предлагала горожанам помощь в самых разных делах. Кому-то помогала погасить штраф, некоторым устроить ребенка в садик, а другим и вовсе продавала жилье, которое, как оказалось, ей не принадлежит. Лично я хотела купить у нее квартиру. Я увидела объявление о том, что продается квартира в рассрочку. Я с ней увиделась. Дала ей задаток в полмиллиона. Ну и, соответственно, все. Она пропала. Она подделывает документы, потому что она показывала мне документы, что эта квартира действительно ее. Но, как оказалось, квартира не записана на нее вообще абсолютно. Ту самую злополучную квартиру пытались снять и купить еще несколько человек. Сегодня они пришли требовать свои деньги всей толпой. Пострадавших могло быть и больше, благо город маленький и слухи разносятся быстро. Взялась одну и ту же квартиру 10 раз. Как можно сдавать? В неделю по 10 человек. Три раза продали, потом еще 10 раз. Одна купила ее. Вон Жанна ее вообще купила. Мы это все познакомились чисто по случайности. Ларисе Конюченко Анжелика представилась частным судоисполнителем и обязала выплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Женщина лишилась более 200 тысяч в тенге, а штраф так и остался неоплаченным. Я хочу, чтобы ее посадили в тюрьму. Я с этими деньгами попрощалась уже. Пускай ее посадят, чтобы другие, такие как мы, люди, не доверяли. Мы доверяли, потому что они были госслужащие. Они пускай частные, но они судоисполнители. И это далеко не все обличия женщины. Она представлялась индивидуальным предпринимателем, бралась за подрядные работы, помогала устраивать детей в детские сады без очереди, доставала любые справки. А ведь ей всего 23 года. Пострадавшие не раз виделись мошенницей. Девушка кормит их обещаниями, что вернет деньги, однако верить ей больше никто не намерен. Я у тебя спрашиваю, ты швырнула людей? Анжелика, я у тебя нормально, по-человечески спрашиваю, ты швырнула людей? Получается, да. Ну, получается. Нам удалось связаться с той самой Анжеликой. Девушка своей вины не признает. Рассказывая свою версию произошедшего, она отказалась. Вы собрали материал, вы приехали. Это голословно, понимаете? Нету ни обвинения. Вот мы просто хотим услышать вашу версию. Мы же на вас не нападаем никак. Я не собираюсь ничего, никому говорить. Мне и так достаточно вот так вот, свыше крыши этого позора. Я на каждого, кто был вчера, кто здесь собирался, написала заявление. Меня вчера после вашей вот этой вот, как были ваши съемки или что здесь было, меня вчера избили ночью. У меня все засвидетельствовано. У меня все лицо в синяках. Понимаете? После вот этого вот всего, вот все, что происходит, это незаконно происходило. Пострадавшие обратились в департамент полиции, но стражи порядка приняли не все заявления. С мая по ноябрь текущего года в управление полиции в Абайского района поступило 8 заявлений от жителей по факту мошенничества со стороны 23-летней жительницы города. По трем заявлениям начато досудебное расследование по статье 190 части 1-го уголовного кодекса. Остальные списаны в номенклатурное дело. Заявителям разъяснено право обращения в суд в частном порядке, поскольку ранее имели место гражданское правоотношение. Несмотря на все старания Анжелики, этот скандал получил общественный резонанс, точку в котором поставят полицейские. Тоже Анлянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 68 заявок на участие в программе 7-20-25 оформлено по Карагандинской области. Растет интерес горожан к ипотечному кредитованию. Свои вопросы в ходе брифинга представителям банков задали несколько жителей города. Всего по области желания участвовать в новой ипотечной программе изъявили 110 человек. Из них одобрили заявки 68 жителей на 757 миллиардов тенге. Главными факторами при одобрении являются платежеспособность и стабильный доход. Основной причиной отказа служит отрицательная кредитная история казахстанцев. Желающих достаточно много. Обращаются молодые семьи, люди среднего возраста, ну и даже ближе к пенсионному. В принципе, хотят кто-то детям приобрести жилье новое. Покупают, приобретают жилье не только на территории Карагандинской области, но и в близлежащих городах, например, в Астане, в Алматы приобретаются жилье. Уже есть такие выдачи, выдачи таких займов. Задать вопросы специалистам напрямую карагандинцы могут каждую неделю. Для этого необходима предварительная запись. Встреча проходит в городском Акимате. Как оказалось, у горожан накопилось немало вопросов к представителям банков. Первоначальный взрос, да? Вот можно ли этот первоначальный взрос? Заменить залогу, например, в квартиру или машину, поставить залог и участвовать в программе. Есть такая возможность? Такая возможность отсутствует, потому что в рамках утвержденной программы первоначальный взнос предусмотрен в виде денежных средств. На встрече присутствовали специалисты банков АТФ и Центр кредит. Всего по области партнерами программы 7-20-25 является семь банков. Для участия в жилищной программе нужно обратиться в банки второго уровня, представив необходимые документы. Некоторые банки устанавливают возрастной ценз в зависимости от их кредитной политики. Так, кредит, оформленный на 25 лет, нужно выплатить до исполнения заемщику 68 лет. До конца текущего года жителям Казахстана необходимо зарегистрировать свои мобильные телефоны на собственный ИИН. Это делается для того, чтобы облегчить работу органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, поиск похищенных телефонов, поиск преступников и раскрытие преступлений. Регистрацию имей-кодов мобильных телефонов в Казахстане ввели еще в 2016 году для усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом. Однако практика показала, что сам по себе идентификатор устройства не позволяет определить владельца. Именно для этого мобильный телефон необходимо будет зарегистрировать. Вот что карагандинцы думают об этом новшестве. Ну, я знал об этом, но номер зарегистрировать еще не собираюсь. Но, думаю, мне необходимо, не нужно это пока мне. Телефон, я надеюсь, не потеряю. Как бы, эти услуги мне не нужны. Что, имейл, чтобы номер зарегистрировать? Не знаю, я не буду регистрироваться. Рискну. Да, рискните. И посмотрим. Если отключат, ладно, я другой номер куплю, тогда можешь зарегистрировать. Я зарегистрировала свой номер, потому что сейчас это необходимо. Так как могут быть разные трудности, даже если мне понадобится какая-нибудь услуга в актив-центре, прежде чем обратиться туда, они потребуют регистрацию. И чтобы не тратить свое время, лучше сначала зарегистрироваться. Это экономия времени. И в последующем не будет никаких трудностей. И если вдруг я потеряю свой телефон, я могу с легкостью восстановить свой номер. До 1 января, говорят, зарегистрировать свой номер телефона, но я не понимаю, для чего это, и я еще не зарегистрирована. Оформить имей-код можно в офисах операторов сотовой связи, в личном кабинете абонента, либо отправив смс на короткий номер оператора. Таким образом, в общей базе данных номер мобильного телефона будет связан с ИИН и имей-кодом. При этом в Министерстве информации и коммуникации сообщают, что в следующем году незарегистрированным абонентам услуги сотовой связи оказываться не будут. Выставка «Дана Дара Тулга», посвященная главе государства, стартовала в Караганде. Мероприятие приурочено ко дню первого президента. На открытии выставки побывали студенты местных колледжей и вузов, жители города, а также наши корреспонденты. Поводом для обсуждения за круглым столом послужила новая статья главы государства. О том, что значит «семь грани великой степи», говорили студенты и преподаватели вузов. В канун дня первого президента карагандинские историки выразили свое мнение о данной статье. Они отметили, что она является логическим продолжением статьи «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Безусловно, является продолжением статьи «Рухани Жангру». «Взгляд в будущее духовной модернизации» – это полтора года назад было опубликовано. Это логическое его продолжение и вытекающие из той статьи, это мысли, которые более уже конкретизированы по направлениям здесь. То есть, что мы должны сделать в связи с принятой программой духовной модернизации. Это, в первую очередь, исторические исследования, которые мне очень понравилось. Направление «Архив-2025», которое призывает историков не просто какие-то академические экскурсии совершить в архиве, а действительно заняться фундаментальными исследованиями. Обсуждению вопроса цифровизации и деятельности архивов уделили особое внимание, ведь само мероприятие проходило в Государственном архиве по научно-технической документации. Нурсултан Азарбаев неоднократно отмечал, что это является важнейшим аспектом процесса глобализации. Сотрудники архива подчеркнули, что прилагают все усилия для выполнения поставленной перед ними задачи. В статье Нурсултана Азарбаева «Архив-2025» говорится о том, что нужно взаимодействие зарубежных и отечественных архивов, о том, что архивы нужно переводить в цифровизированный формат. Вот эта вся тема будет обсуждаться, потому что эта программа принята первым президентом Республики Казахстан, и это является самым большим, как бы для нашего архива, значимым проектом. Это требует очень больших усилий, больших экономических затрат, и для этого необходима определенная техника. Над этим всем мы работаем. Напомним, статья «Семь грани великой степи» была опубликована 21 ноября. В ней глава государства призывает казахстанцев строить будущее, основываясь на богатом опыте прошлых столетий. Турнир по волейболу в честь памяти погибшего сотрудника провели в Управлении полиции Караганды. Вот уже много лет среди карагандинских полицейских проводятся спортивные соревнования, посвященные памяти Байгаскина Нурлана Сапуановича, уперуполномоченного, погибшего при исполнении служебного долга. В ноябре 1998 года, 20 лет назад, при задержании особо опасных преступников, был смертельно ранен оперуполномоченный Карагандинского уголовного розыска старший лейтенант милиции Нурлан Байгаскин. За мужество и самоотверженность он был посмертно награжден орденом Айбин второй степени. Уже несколько лет в его честь карагандинские полицейские проводят различные спортивные соревнования. Этот турнир нам дорог тем, что он проводится в память о нашем параднике и боевом товарища. Мы помним всех погибших наших коллег, и они навсегда остаются в нашем крыле. Мы бережно храним память о наших карагандинских, тех, кто является примером честного исполнения служебного долга, мужества, героизма и отваги. Слова благодарности за долгую память мужа выразила вдова погибшего милиционера Жанаргуль Байкаскина. Нурлан всегда в наших сердцах. Я очень рада тому, что вы его помните и всегда приглашаете нас. Спасибо вам. Желаю вашим семьям благополучия, а вам удачной игры. Организаторы заявляют, что подобные соревнования являются не только стимулом к выбору здорового образа жизни, но и хорошим примером развития физической культуры и спорта. В нынешнем волейбольном турнире приняли участие 11 команд из отделов полиции Карагандинской области. По итогам турнира первое место заняли сотрудники областного батальона Дорожно-патрульной полиции. Второе место у сотрудников Карагандинского городского полка Дорожно-патрульной службы. На третьем месте команда сотрудников Октябрьского отдела полиции. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok